Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в город-курорт Анапа, ДжМТ. Сейчас 11 часов дня, и поэтому мы находимся в пропускном окне. Только что вышел видеосюжет от жителя, получается, станицы Кущевской, который живет как раз-таки там, где находится Цукерова-Балка. Здесь у нас вовсю красота. Все начинает пахнуть, интересно, спасибо. Планируете открытие? Надеетесь, да? Дай бог. Так, и посмотрим, что у нас здесь происходит в ДжМТ. Потихонечку все пытаются готовиться, чтобы все было хорошо и прекрасно для тех, кто все-таки сможет приехать на отдых. Здесь у нас организовали уже прям видно работу, которую произвели. Появилась прогулочная зона, цветочки посадили. Тоже это выглядит вообще великолепно. Осталось только наполнить наши курорты людьми. Работают здесь у нас магазины, работает пятерочка и там далее магнит. То есть жизнь, в принципе, есть. Здесь тоже смотрю, чтобы перекопали газончик. Меня просили прям очень сильно озвучить ситуацию именно в ДжМТ. Но это первое дело. Второе дело, я хочу сказать, что завтра у нас состоится уборка. Если вы житель Анапы, либо находитесь сейчас в Анапе, мы вас просим откликнуться, быть открытым сердцем и душой и помочь нашей немножко природе. Если вы вдруг хотите 8-9-8-8-8-3-3-3-7-8-8-7, это номер мой телефона, он есть в описании. Напишите, я вас добавлю в группу в Ватсапе и вам завтра расскажут, что куда подходить. Я надеюсь, что мы сделаем мир немножко чище. За один день это, конечно, не решить вопрос. Но завтра, возможно, уже как-то на душе станет легче. Как минимум нам и нашим братьям меньшим тоже. Дельфинам, птичкам, всем остальным. Первый проезд в ДжМТ. Нам пообещали, кстати, помощь. Все-таки уже будет единственное с тем условием, что там немножко будет сниматься для телевидения. Мне, в принципе, все равно. Как и заявлял вчера, я не ищу славы в этом процессе. Пускай ее берет на себя кто угодно. Вот в данный момент он организаторскими всеми этими движениями занимается у нас Дельфи-центр. Это волонтерская организация в городе Курортианапа. Я им благодарен, что они согласились как бы вот в этом поучаствовать. И дай Бог, чтобы, ну, во-первых, поменьше было надо убираться. Ну и все получилось у них. Потому что они большие молодцы. Занимаются этим постоянно. Это не разовая акция. То есть всегда есть. У вас есть желание. Вот все спрашивали, как бы вот ходить поубирать, когда-нибудь, когда-нибудь. Вот все. Теперь все есть. Пожалуйста, ребята, если есть возможность, участвуйте. Всех на равнодушных жителей мы просим. Здесь мы видим, что заделали дыры в дороге. И, ну, как-то уже почище стало. Открывающихся точек нету, к сожалению. А сегодня, заметьте, 18 мая. Сейчас идет большая спекуляция по тому, что в Крыму снимают режим ограничений. Я, честно, официальных документов нигде не нашел. Все те ролики взять, допустим, от 8 числа, где выступает Аксенов, он ни о каких послабляющих режимах не говорил. Не говорил нигде, что будут открыты пляжи. То есть то, чем сейчас разбавляют, говорится, социальные сети и интернет наши СМИ, так сказать, я не нашел нигде о подтверждений. У нас вот 23 числа будут межрегиональные послабления, да. Да, в Крыму надеются на туризм. На туризм в Крыму надеется тот, который у них будет именно крымский, то есть региональный, внутри Крыма, а не на тех, кто будет приезжать. Также сейчас говорят о том, что те, кто приезжают, и если они, получается, у них добираться, то их сажают там внутри на обсервацию. Но также пестрят, говорится, интернеты, видео и фото с пляжей Крыма, в которых очень много людей. Поверьте, у нас то же самое вот люди делают. Вчерашний видеосюжет этому подтверждения, когда выходят, говорят, смотрите, все отдыхают, все по кайфу, все классно. И тут мы получаем сообщение, что в Краснодарский край не пускают. Вот сегодняшний видеосюжет, рассказ жителя, который страница Кущевская, он говорит, что там уже чуть ли не до стрельбы доходит. Я не поддерживаю того, чтобы люди к нам не приезжали, потому что без людей нам здесь будет тяжело. Ну и люди, которые сюда едут, должны получать объективную информацию. Также обращаюсь ко всем, кто едет, кто уже сталкивался с этим всем. Пожалуйста, звоните. От вас просто информация. Мы все будем вам благодарны. Сейчас информация на вес золота. Для тех людей, которые принимают решение ехать, не ехать, как быть, что делать, на чем бы вы не приехали, на поезде, авиа, ЖД, просто предупредите, что есть возможность дать информацию. Мы с вами сядем, запишемся и опубликуем. Это нереально важно просто для всех людей. Еще раз говорю, я как третья сторона буду здесь без шкурных желаний и со стороны наблюдать и показывать вам, как здесь все есть. Тут у нас тоже красота потихонечку вырисовывается. Начиналось все с пластиковых, так сказать, вагончиков снесли и построили, все сделали красиво. И это тоже хорошо. Немножко пообщался с людьми. Говорят, лавочки необещаемы, но перед благоустройством мы сделаем, будет красиво. Говорят, уже красиво. Это называется база отдыха здоровья. Но это на самом деле прекрасно, потому что с тем, что было, уже не сравните. И у каждого свой выбор. Тут тоже, видите, во всеобъемлющей своей пропорции начала работать стройкой. Это улица Виноградная. У нас тоже красота. И фантастические виды. Ну, осталась только одна надежда, что на пляже уже здесь все поубирали, было чисто и прекрасно. Потому что все-таки здесь остатки мазута я находил. Я вот до сих пор думаю, как нам отнестись вот к уборке песчаных пляжей. С каменными понятно, там единственный метод, и мне вот мои подписчики тоже прозванивали, рассказывали, что в девяносто восьмом годах они убирали только руками, говорит, других вариантов нет. То интересно, как сейчас здесь организовать, допустим, с песком. Мне видится, это или грабли надо, или сито какие-то. Я вот честно пока не могу понять. Если бы это как было изначально, просто на песке лежали вот эти шарики, то там все понятно. Каждому подошел, собрал, брал. Как же вести себя с теми, которые теперь внутри под песком. Если есть какие-то советы, друзья, то, пожалуйста, пишите, будем благодарны. Где набраться столько грабель на всех, немножко тоже непонятно. Будем как-то это решать. Но сначала начнем, кажется, завтра с малого и, как сказать, с малого. Ну, поменьше, конечно, расстояние, чем здесь. Те километры, которые были обнаружены. Ну, возможно, еще и наши уборки откроют глаза тем, кто... Ну, в отрицалово. Примерно так называют тех людей. Мои подписчики. Привет-привет. Которые, ну, видят, как лица, розовые очки на глазах некоторых наших отельеров. А я считаю, что, ребят, вот, надо помочь морю, чтобы оно было чисто, чтобы даже, если вдруг у нас сезон состоится, вот, ребят, тоже говорю, он говорит, все будет хорошо, все приедут. Мы тоже все в это верим. Реально хочется, чтобы все было хорошо и все у нас приехали. Потому что, ну, мы ради этого отжили, отждали зиму, чтобы отработать сезон. О, здесь мы видим, что начинают убирать песочек на выходу к морю. И я думаю, что тоже мечтают о запуске сезона. Деревья, так понимаю, что не все пережили этот сезон. Но мы на это очень сильно надеемся. Тут, смотрите, дюна выросла немножко. Вот, видите, вывозят песок. Полили, кстати, водичку водичкой, чтобы тачка не проваливалась. И все хорошо. Пляжики GMT. Здравствуйте. Ну да. Мы видим, что здесь проходила техника, которая, ну, вот, взрыхлила песочек и, походу, все-таки пытались просеять эту линию. Действительно, ну, видно, что после просеивающей машины. Блин, неужели-то? Это будет просто великолепно. Если это действительно так и если у них получилось. Потому что, видите, все-таки водоросли некоторые пропущены. Но, смотрите, я мазут в данный момент времени не вижу. То есть... Можно даже сказать, что это нереально круто. Я в восторге. Я в прошлый раз выходил, здесь его было, ну, предостаточно тоже. Сейчас. Вау. Вау. Возможно, можно, возможно, да. Нам придется убрать только каменные пляжи. Потому что вчера мы выложили в Инстаграме видео о том, как девушка, находясь вот на том соседнем проходе, испачкалась мазуть и, говорит, ходила за ребенком. Сегодня я ей отпишу, узнаю, если вдруг они там будут, чтобы она рассказала о том, как там обстоят дела с всеми этими делами. Потому что на все пляжи я одновременно не могу побывать. Но то, что я сейчас здесь вижу, ну, нет мазута. Что врать-то, да? Что вы думаете? Я только часто скажу, что, ребята, это великолепно. Это классно, это круто. Просто я счастлив. Реально счастлив. И это может снимать даже одну проблему с уборкой песчаных пляжей. Дай бог, что именно так это все и было. Водичка у нас кристальная. Есть немножко, смотрите, какие-то водоросли с каменных пляжей. Но тоже не вижу никаких черных там вкраплений. Надо будет еще съездить, наверное, на пляж, который возле голубого пирса, где мы видели в море какую-то черноту. Посмотреть, как там обстоят дела. Есть, конечно, какой-то еще мусор, который проплывает и выкидывает на пляж. Но это уже мелочи жизни. Температура воздуха возле моря 21,3. То есть это уже можно отнести к летним температурам. Здесь уже вполне себе комфортно можно чувствовать. Я вижу, что здесь полоса прохода была приличная. То есть не узенько, а пошире гораздо. И чуть-чуть все-таки есть. Вот они. Видите, надо, по ходу, брать грабли. Допустим, грабли, видите, вот это возьмут. Я, как и говорил, что через просеялку оно, наверное, не пройдет. Но где-то получилось. Может, видите, на проходах посильнее стараются проходить эти места, но не везде. Потому что вот так же под песочком получается вот оно, видите, лежит. То есть надо как-то... И то, видите, оно будет разваливаться. Я не знаю как. Есть советы? Советуйте. Блин, опять я рано радовался, а? Ну, уже все равно вроде не такой, да, масштаб. Может быть, что-то да пособиралось. То есть там, может быть, и не все. Ну, как минимум я присаживаюсь к песку. И вот я так понимаю, что солнце начало сейчас это все испарять. Вот они. Вот они. Вот они. И... Не так сильно. Вот мы со Шо там вчера ходили, прямо очень воняло от песка. Здесь сейчас вот почти, видите, вот они везде такие вот скопления. Ну, есть. В общем, есть. Не знаю, как это убирать. То есть, если вот так вот ты идешь, в принципе, все хорошо. Но вот подножное вот это выбирание по одной кропинке этой, по блямбочке выглядывать... Не знаю, тут просто можно сказать, что глаза можно посадить, занимаясь этим. В общем, если есть советы, пожалуйста, озвучивайте. Буду вам благодарен. Ну, в основной своей массе, может, там просто не зацепило. Может, еще раз 20 пройти, чтобы оно попало. Так-то понятно, что взрыхленный песок, ничего не видно. Все хорошо и прекрасно. А вот как начинаешь приседать, начинает что-то вылазить. Ну, в любом случае, как бы лучше, да, чем было. Ну, и мы дошли. Здесь, смотрите, вообще просто кристальнейшая вода. Потрогала рука такая. Вода теплая, ребята. Вода теплая. Вау. Ну что, я предлагаю немножко посидеть. Получить небольшой релакс. И удовольствие хотя бы от морюшка. Надо будет думать. Я думал, граблями грабли не помогут. Ну, можно какие-то будет вкрапления выбрать, конечно. Совсем мелкие. В общем, пишите комментарии. Подумаем вместе. Я замолкаю. Три минуты. Можно расслабиться, подумать, о чем здесь хорошо. Спасибо. espaço. takiej, хорошо. Р Dia1. Три минуты. Три минуты. dri była Texas. Или можно приклеить его комфортно. Три минуты. С�. Три минуты. Три минуты. Иртfle sub2-ти Перевосimo. ètres второго место. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 19 градусов за один теплый день вчерашний. Вот такой прирост. В общем, пока у меня ответов нету, соберемся сегодня с Дельфицентром и поговорим. Может быть, придумаем что-то вместе с пляжами, именно с песчаными. Но сначала, я думаю, на очереди туда пускай у нас будут каменные. А там далее уже посмотрим. В общем, всем добра, счастья, спасибо каждому за поддержку, потому что приходят и переводы на поддержку. Ребята, все деньги тратятся в любом случае на хорошие дела, на какие-то там поездки, движения, снятие видеосюжетов для вас. Сейчас вот мы поедем закупаться перчатками, пакетами. Подумаем, что еще необходимо нам там завтра. Те, кто к нам присоединяется, с собой берите. Обязательно надо, чтобы в кармашке как минимум у нас лежала маска, перчатки. Обязательно на руках, потому что нефть это такая тема. И маска тоже желательно, чтобы защититься от паров ее. Также, что еще? Хорошее настроение, наберите термос, потому что будем соблюдать эти дистанции, так издалека поднимать бокал за чистое море, я надеюсь. Всем пока, с вами был Юрий Азаров. А, друзья, знаете что? Моя подписчица позвонила, пожаловалась, говорит, природоохранная золочерноморская прокуратура даже и не слышала про проблему в этом большом утрише. Вообще, если вам не сложно, отправьте туда видосико с большого треща, не пожалейте своих 5 минут, потому что, ну, вот как-то одного-двух обращений, наверное, не хватило. Надо больше. Если вам не сложно, пожалуйста, вот прям вот сейчас нажимаете на стоп, можете даже не ставить лайк, отправьте лучше сообщение. Позволил природоохранную золочерноморскую прокуратуру про большого треща, туда видео, напишите там вот на какой-то минуте, смотрите, там трещ происходит. Всем спасибо, до свидания. Продолжение следует...